О всей газете, о предыдущих номерах я не могу говорить, а о том, что вот Гололобов написал, автор, который статьи так. Более легкомысленные статьи трудно найти где-либо. Берет один стих об одном, говорит, он совершенно поворачивает ее на другое. Но это надо говорить, когда бы был автор здесь, а так за глаза это. Это я как бы не конкретно не о статье, вот на эту тему, о которой у нас предстоит, если бы да, жизнь и благополучие, разговор. А вообще вот сама газета, я как говорил, что у нас нет ни специалистов, ни профессионалов. Это просто так вот на энтузиазме она уже третий год живет. А вот вообще вот как бы вот само название газеты и вообще вот перспективы, на ваш взгляд, какие бы вы могли бы дать замечания? Название это не оригинальное, я скажу сразу. Оно не оправдано. У нас здесь новосибирская газета общая, она никому не принадлежит честное слово. Мои статьи не распечатали. Честное значит честное. Здесь честности не очень много у вас. Я про газету говорю. Это название с претензией. Вот когда я издавал первая книга, у меня книга стихов была, ну, назвать-то надо, чтобы было оно как. Так, я знаю как, называть надо кратко, отображало сущность и без претензий, чтобы враги не могли, ну, недруги, скажем так, проще, не могли против тебя направить. Ну вот я дал, где-то около ста предложений было. Но я взял все-таки то, что сам. Первый, церковь, я говорю о церкви, свобода и тюрьма. Теперь в каком порядке эти слова поставить? Какое изображение сделать? И у меня тут советчиков было много. И, наконец, мы нашли из одной мусульманской, там у него брошюрки такой, ну, там по-своему переделали, показали ступени, как небо. Церковь, дальше человек полной свободой пользуется. Я много стихов поместил, которые были в тюрьме, в камере написаны. Во-первых, из тюрьмы, а потом тюрьма без свободы, как человек ведет себя. Ну и это одна, которую могли бы обсасывать. Второе, 30 томов у меня написаны, я их назвал открытым оком, кратко. Дальше откуда-то взято число 4.15. Впереди кавычки, три точки открытым оком. Претензии были тоже от сектантов, как я скажу, от скудаумия. А вы знаете, это Валаам сказал, это вы, Валаам. Тут еще попало. То написано впереди, и Дух Божий был на нем. Когда он говорил об Израиле, что Израиль распространится, мог покориться. Дух Божий был на нем. Это пророк-то был от Бога, но он пошел за сребролюбием. Ну и Валаам, говорит, ослиса обещала его. Дальше. Ну, от которой я свои книги назову, Новый Завет с толкованием, там ничего нету, это взято просто. И к истинному православию. Я бы мог назвать истинное православие, нет, к направлению. То есть скажут, да к тебе тут не истину, но я не утверждаю, не претендую на это. Я просто хочу выстроить все так, чтобы видно было мое стремление открыть истину. Поэтому я очень часто положительно отзываюсь о мусульманах, обо всех. То есть я беру то, где пролитый был свет, который мы потеряли. Вот Андрей Кураев, когда обо мне говорит, а он у меня книги все взял, диакон который, вот. А он сам там пишет такие книги. Но, говорит, Игнатий открыл такие пласты и подметил, что он не свое пишет-то. Это мы забыли, а он просто я беру из разных книг, я работаю с большими материалами, показывают с мощами, там православные запутались. А это, чтобы доказать, мне пришлось 12 томов посрочно насчитать жития святых. И где святые, канонизированные, были против, чтобы что-то от них брали. Вот, допустим, хоронят знаменитого человека Семен Столпник. На Столпе он там был. И патриарх решил немножко у покойника взять волосы на память. Ничего особенного нет. Раздался гром, и рука у патриарха отсохла. Разве это не говорит, что ничего нельзя от трупа брать? А так вы трупом называете? Я говорю, а как же это? Трупы есть? Нет, это мощи. Но мощь это не трупы. Живой? Нет. Написано, где труп, там соберутся орлы. Я просто попутно эти слова говорю. О ком говорится? Речь идет о Христе. Об этом говорят святые отцы. Где труп? То есть он явится, вот раны его. Верующие как вознесутся навстречу ему. Ну а первое, это, конечно, трупы Иерусалима. Легионеры нападут римские, как орлы налетят. Это два толкования, потому что два вопроса в одном вопросе были. Дальше. И говорит, убьет их двух свидетелей божьих и бросит трупы их на улицах города Иерусалима. Илья и Иенок. И они трупами называются. А это вообще человек далеко от них отстоящий. То есть тут я легко их на место ставлю. И вот дальше, когда начинаешь говорить в названии книги, вот архипелаг ГУЛАГ. Вот это как образец. Архипелаг ГУЛАГ. Во-первых, это архипелаг множества островов где-то и ГУЛАГ, главное управление лагерей. Более умный не создастся. И никаких претензий нет. У меня было к истинному православию, ну как бывает журнал «Наука и религия», а говорили, в нем ни науки, ни религии нет. Тут легко обыграть. Я должен был все это обдумать. Честное слово, хорошее название-то, но оно не всегда будет соответствовать. Я бы не решился так назвать. Почему? Потому что за абсолютную истину можно брать только священное писание. Но так как я беру еще и толкование, беру из «Жития святых», из «Патристики», там, ну, разная-разная патрология, это не просто так. Это могут где-то подколоть. А бывает, вот вчера я выставил материал и говорю, когда я занимался разными языками, перед обращением, я на семи языках вел работу, и я смотрел, на каком языке больше говорят. Ну, Бразилия, там, Аргентина. Ну, я сказал, ну, 60 лет почти назад это дело было там. Испанским языком почему занялся, не португальским. Я посмотрел, на каком языке больше стран говорят. И сегодня один зашел, и священник там, ну, называется священник, Бог его знает, а там не на испанском, на португальском. Он прав. Я просто говорю, я выискивал, на каком языке больше говорят. Я бы итальянским занялся, но посмотрел в мировой практике, на этом языке меньше говорят. А немецкий я просто люблю, английский много разговаривает. Но он меня подоткнул, подоткнул и правильно. Думаю, отвечать ему или не отвечать, но мысленно я уже поблагодарил. Но я и не утверждал, я просто как поиск. Вот, в первую очередь, название газеты. Название хорошее. А если уже на этом стоите, менять вы не будете, тогда к этому стремитесь. Тогда постарайтесь. Вот у нас газета ко мне очень расположена, районка, Свет Октября. И наши статьи про Потеряевку. Ну, я в редакцию приехал и давай их там поучать. Я говорю, в октябре света не больше, чем в июне. Но вы говорите, это Свет Октября, имея в виду революцию. Ну да, но это при советской власти еще было названо там. А какой же там свет? Залитое кровью, все. Более подлого предательства интересов народа не было. Ни одного обещания коммунисты не выполнили. Ни земли, ни свободы не дали. Ну и все им разложил, опустили, сидят в голову. Надо соответствовать этому. То есть ответственно подойти. Я говорю, больше ста мне предложений было, как назвать маленькую книжечку, там 315 страниц, 320 стихи назвать даже. Вот. Дальше. По содержанию. Понравилось. Понравилось. Здесь ссылается там на многие местописания. Только их надо все проверить, к месту они или не о том ли говорят. И берет из того, что говорили святые отцы, берет кое-что из житий. Это говорит о больших познаниях. Вот мне нравились пропаде Ярла Песть. Он говорит из Златоуста, Агустина, Блаженного. Ну, видно, что человек работает. Вот я когда работаю, я привожу из разных источников. А на меня церковники нападают. А он Викторий Гюго берет там. А я через него обратился, искал Бога. Фильм когда посмотрел. Вот. И я даже иногда привожу. Ну, совершенно не христианских авторов. Где-то бывает там захвачу буддистов. Ну, правильно сказал. Я говорю, даже там есть. Вот. Фраза Мартина Лютера. В мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Я... Ну, более емко нельзя сказать. У Златоуста много сказано, но оно более расширено. Но я взял. Так прямо задолдыли меня. Да ты кого берешь? Он такое сделал. Я считаю это неправильно. Потому что дух дышит, где хочет. Вот надо... Хотя тут и о ветре говорится, но понятно, что дух трудится. Вот. И выводы, которые делают. Можно было бы, если бы автор Гололобов этот был здесь, я бы показал. Там говорится об одном рукоположении. Когда сходит дух святой. В другом месте говорится, когда избирает на служение диаконов. Это надо разобрать. Рукоположение это говорит общее. А теперь по частям, где оно идет. Вот я быстренько сказать вам. Когда беседую с разными сектантами. Там бывает их название сегодня. Говорят 21 тысяча названий разных. Главный африканский континент. И вот скажите, я говорю, в Самаре уверовали. Ну да. Но они получили Духа Святого. Но без Духа Святого нельзя признать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Тут мы остановились. Теперь. И узнали, апостолы услышали, что в Самаре уверовали. Давайте просто мысленно представим, что ничего не добавлено в Библии. Не добавлено. Мы верим. Библия Слово Божие. Там ничего лишнего нет. И апостолы, и Иоанн Петр поднялись, просились и пошли. Зачем они пошли? А мы увидим, что они там будут делать. Почему пошли? Ясно дело, что они пошли с определенной целью. Никуда больше они не пошли. Там обратились люди. Я вопрос поворачиваю назад. Через кого обратились? Через Филиппа. А кто он был? Тут начинает путаться. Это был диакон из семи. Семи диакона. Филипп, который был. Где был Стефан. Это Филипп. Это не апостол. Это я вам докажу в течение пяти минут. А апостол Филипп оставался в Иерусалиме. Они были написаны, и они оставались в Иерусалиме. А 84 деяния апостолов рассеившиеся ходили и благовествовали. То есть апостольская вот эта, что у них власть, кого-то руку полагать, лепископы, священники, вся была в одном месте. То есть Центральный комитет ЦК КПСС, прости за выражение, сидел только в Кремле. Никого не было. А вот когда они туда пришли, и они написано, возложили руки, и дух сошел, ибо ни на одного из них он не сходил. То есть вот это, то, что Бог дал через эти ладони, он зато говорит, без этих священных рук нет отпущения смертным грехов. И невозможно получить царственник. Они пришли, возложили руки. А что, Филипп не мог полагать? Не мог. Он только якон был. Да как же Филиппа, так сказать, евноха крестил, а он не возлагал руки. Он уезжал, написано, что нам делать, мужи, братья, 2.38, Деяния апостолов. Покайтесь, покайтесь, просто запятая. И да крестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, значит, прощения грехов в крещении, и получите дар Святого Духа. А тут наоборот, значит, первое покаяние, вода, крещение, и Дух Святой сходит. А когда евнух был, там наоборот, покаяние, сошел Дух Святой, и крещение, и Павел, и это, когда Петр проповедовал в доме Корнилия, два раза мы видим. Почему? Потому что здесь было препятствие, препятствие внутреннее. И Бог, этот порядок, он Бог. Но нам дан определенный порядок 2.38. А это сам Бог делает. Евнух уезжает домой, больше никогда не увидит верующих. И его нужно было крестить. А крестить? А как крестить? Вот этот вопрос-то и стоял. А когда уже Дух-то Святой на нем проявился, тогда он и крестит. Видит, что... А кто мы такие, что противиться Духу Святому? Нужно рассуждение. И два исключения Бог делает. Почему? Он Бог, он автор. Автор. Он сам нарушает субботу, как господин субботы. Он господин субботы. И суббота дана для спасения, не для того, чтобы нас заблокировать, и чтобы в мозгах мысли не появлялись. Вот я посмотрел, рассуждение хорошее. Но все-таки запах... Вот если я православный, я все время гнул православным. Если я баптист, я баптист. Вот это не годится. На первом месте Христос. А потом остальное. Если мы собрались беседовать... Что-то слышно, что-то речь прерывается. Ну, у меня одинаково рядом здесь. Это что-то там в интернете. У меня ведь и рядом так. Сейчас не слышно? Отрывочно. Как бы обрываются слова. Как жалко-то. Тогда я буду говорить медленно. Так, лучше? Сейчас лучше, да. Я про газету хочу сказать. В общем настрое, если бы я был баптист, она мне очень понравилась бы. Но так как я не просто православный, а на первом месте ставлю, как у православных не принято, слово Божие, слово Божие, то я стал вникать во все места, я очень серьезно занялся, и увидел, что мне хочется увидеть этого гололобого и поговорить с ним. Автора... Я могу вам... Я немножко скажу о нем, если вы не возражаете. Да, пожалуйста. Я тоже хотел предварительно о вас объяснить, как вы понимаете, вот эту вот известную, как бы противоречивую среди не только протестантов, вопрос вечной безопасности, или спасенный однажды, спасенный навсегда, или учения Кальвина, в общем, как бы вот он как бы апологет, апологет вот взгляда об опасности христианина на пути следования за вопросе спасения, о том, что много опасностей. И у него есть форум, у него есть форум, где он как бы дискуссирует на эту тему, он написал книгу в защиту свободной воли человека, вот, то я найду, у меня сейчас как бы нету под рукой его как бы ориентиры, я потом найду его имейл, найду его, может быть, другие как бы реквизиты, и я вам потом передам по скайпу, по месседжу, хорошо? Можно. И, допустим, о свободе, сразу, если уж коснулись такой большой темы, так как большие разногласия были. Это большая тема. В первую очередь, слово судьба, то есть впереди нужно разобрать слово судьба, судьбы нету. Нету судьбы. Судьба это языческое изобретение, говорит Иоанн Златоуст. То есть, вот я запрограммирован, это судьба, у меня судьба. Я не могу, тогда бы не было сказано 11.28 Евангелия от Матфея, придите ко мне все труждающиеся обременно. Зачем звать? Я не предназначен для этого. Нет. Господь сказал. Сказал, а они покаялись, и Бог отменил. А получается, тогда Иоанн, пророк, то лжепророк, не сбылось. Не так. Бог дал свободу. Но он как Бог, он знает наперед. Знает наперед. А участь эта, нам неизвестна. После смерти делается известной. И Якова возлюбила, Исаава возненавидел. А ты кто такой, что споришь с Богом? Вот говорит об этом. Поэтому свобода дана, но мы можем изменить уже избрание свое. Но некоторые говорят, я избран, и поэтому берут они, если я не ошибаюсь, 88-й Псалом, 33-й стих, и говорят, Господь, говорит, накажу, но милости Моей не отниму. Я говорю, это к Израилю, это к тебе не относится. Господь говорит, ты сглажу из книги жизни. Значит, он был там в книге жизни. Дальше. Многие потерпели кораблекрушение в вере, не без веры. Многие, ни один, ни два. Дальше. Павел говорит, а многих, которых я говорил, со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Значит, мы, полученное спасение, уже усвоенное, без освящения, мы можем потерять. Вот Каргель об этом говорит, освящение, когда очень хорошо это, Иоанн Ильиния Аминовича. У него это очень хорошо сказано. Может быть, если Бог даст жизни благополучия и будет возможность, мы, может быть, посвятим именно вот этому вопросу более, как бы, может быть, пространно и шире. Потому что, вот с удивлением, в нашем братстве, вот когда в Союзе были, хоть в СЕХБ, хоть в Совет Церквей, эти вопросы никогда не возникали. Этих противоречий никогда не было в братстве. У нас было единое мнение о том, что Бог создал человека со свободной волей. И человек избирает. Много мест Писания, где говорит о выборе человека. Вот огонь, вот вода, на что ты прострешь свою руку? Как бы, много моментов. Но вот здесь вот, в частности, в Америке, даже вот в нашей эмиграции, в нашей эмиграции, вот, которая волна послевоенная, да, вот, верующие. Мы просто с удивлением говорим, или по принципу того, с кем поведешься, как бы, следствие этого всего, то вот эти убеждения, убеждения, они, ну, ну, как сказать, мы столкнулись и просто удивились, удивились, как бы, вот, а когда начали вникать вот в систему вот западного богословия, особенно вот здесь вот, в Америке, то это целая система, Игнатий Тихонович, это не просто там две-три фразы, там, два места, три писания, а это целое учение, оно такое обширное, и вот эти вот все аргументы, которые мы приводим, вот места писания, на все у них есть отписки, на все у них есть парирование, или... Маленький вопрос, маленький вопрос, маленький вопрос к вам. как вас величать? Юрий. Ну, Юрий, как-то мне уже неудобно, вы меня навеличиваете, а я Юрий. Ну, вы достойный, а что я, кто я такой? Ну, а я тогда, кто тогда, как-то неудобно даже. Да ладно, ничего, это все, это нормально. Сегодня я хотел бы еще вопрос задать, вот, как бы вы бы объяснили, рассказали, вот, именно на основе писания, Нового Завета, в основном, вот служения, которые мы читаем, епископ, пресвитер, дьякон, вот их функции, их, допустим, положение, если можно. Хорошо. У нас существует семь таинств. Таинства. Таинства, то, что Бог совершает, мы, люди совершают видимо, а таинственно совершается там, как браки совершаются на небесах. Так вот, крещение. Видимый образ, это погружение в воду. Невидимое, таинственно снимаются грехи. У баптистов здесь заблуждение прямо не на чем основано. Обещание Богу доброй совести. Так обещание Богу доброй совести, там запятая, а дальше стоит слово спасает. Слово крещение спасает, вот что главное. А обещание Богу доброй совести, а не омытие тела-то, вот это только пояснение. Крещение спасает. Я просто доказываю, когда пришел к Савлу Амания епископ-то, уже называют братом. Все баптисты согласны, что он уже там покаялся, упал, когда прощеный. А он говорит, встань, крестись, омой грехи твои 22.16. Грехи омой, что омывать, когда нет? Да как у нас говорят, тут совершенно неправильно говорят. И мы понимаем, это таинственно, это таинство крещения, таинство, это не обряд, это не обещание Богу доброй совести. А у баптистов, он вроде бы, как я университет закончил, а это значок прилепить. Это полный диплом. Но я тоже, я слышал ваше объяснение, вы не раз касались этого вопроса, то есть я не могу противоречить, потому что я тоже так понимаю, о том, что крещение спасает. Дело в том, что почему-то сложились как бы вот такие вот дифферентальные понятия этого вопроса, потому что вот вопрос покаяния, вопрос возрождения и вопрос крещения, это части одного целого. Их нельзя разорвать. И, в общем-то, евангельское понятие, что уверовали, исповедовали Иисуса Христа, спасителям своим, что вот вода, что препятствует, что препятствует креститься. То есть как бы не было вот такого, знаете, временного разрыва между вот этими вот фундаментальными такими вот действиями человека и Бога, или Духа Святого в человеке. Поэтому, как ни скажешь, допустим, что крещение, да, мы во Христа крестились, смерть его крестились, но Христос не остался мертвым. Он воскрес. Так и мы должны пройти, и человек должен пройти через смерть, для того, чтобы свет жизни Христовой воссиял в нем. Конечно, крещение, без смерти и воскресения не может быть. То есть это как бы одно вытекает из другого. Если я не умер, то вопрос воскресения не имеет никакого отношения к живому человеку, он и так живой. Так вот, надо с первого Христа быть мертвым, и тогда сила воскресения распространяется. Это одна сторона вопроса, и потом, как бы, то, что вы говорили, или вот вспоминаете вторую главу послания к Колоссянам, да и аминь, это то же самое ветхозаветное обрезание. Если мы не совлечемся тела греховного, то это действительно никакого значения не имеет. Плотская нечистота омытия только. А здесь, ну, как сказать, может быть, слово таинства для нашего восприятия, может быть, это не обиходно, или, может быть, не в нашей традиции, но в то же время действия тайны, вот, Божьего действия в человеке, это да и аминь. Мы не можем сказать, как вот это все давайте по полочкам все это разложить, все это объяснить, все это суммировать, все подвести итог. Мы не знаем. Мы только действительно пользуемся проявлениями и действиями вот этой благодати Христовой. Крещение тоже благодать. Так, теперь ваш вопрос, поясняю. Вот два таинства. Второе. Это причастие тела и крови Христовой. Видите, у вас цельной системы-то нет, и поэтому я говорю то, что с кем я встречался, вы скажете, а у нас баптисты не такие. Ну, не такие, значит, я просто говорю, у нас это таинство. Таинственно, во время чтения литургического канона хлеб превращается в тело натурально ничем не отличаемое. И вино превращается в кровь. Это было не раз показано даже в видениях, Василия Великая, мы читаем об этом. Это было всегда в исторических церквах. Еще ради надо было менять спустя время. Выходит, 1500 лет в церкви вообще понятия не было, явились новые люди, они теперь в традицию, у нас нету. Да вы-то откуда взялись-то? У вас традиции не должно быть никакой, если вы церковь. А раз говорите, в нашей традиции нет, значит, вы себя к апостольскому времени никак не относите. То есть, и вообще к церкви не относитесь. У церкви своя традиция. Своя, которая полторы тысячи лет. Если было не угодно Богу, значит, тогда Христос это был не Христос. Я имею в виду слово, нет у нас традиционного понимания слова, именно термина таинства. А в то же время мы, я лично воспринимаю о том, что есть тайна действия. Тайна, в которую умом не проникнешь. Ну ладно, я коротко скажу. У нас существует семь таинств. Это сошествие Духа Святого, когда там помазание миром идет. То, что возложение рук тогда давалось. Бракососчитание. Вот. И перечисляется по порядку. Когда болен, кто позовет пресвятеров и помажет и леем, это тоже таинство. Когда миропомазание это как сошествие Духа Святого, а это и леопомазание. Семь. Так вот, пресвятер может совершать все, то есть шесть, кроме одного, рукополагать кого-либо. Епископ этим отличается. То есть то, что дано Богом епископу и пресвятеру, это одно и то же. Кроме того, что он как матка в улье. Он может плодить. Он может, когда два или три епископа, не один епископ епископ по рукополагает, а два или три. Это первое апостольское правило. Это уже даже не традиция никакая. Это правило законное, а это апостольское название. Даже дособорное было. Вот. И епископ он два могут епископа по рукополагает, два или три. Лучше, конечно, больше. А в священнике может он рукополагать сколько хочет и один, но в диакон, диакон никого не он только помощник. Он помогает прислужению, прислуживающий. Вот разница какая. А у нас есть диакон, протодиакон, иродиакон. Тут уже дальше начали градуировать. Почему? Ну, я образно говорю. Есть младший офицерский состав, младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Все. А дальше высший офицерский состав. Это тоже офицеры все. Майор, подполковник, полковник. Все. Низше и выше. Вот это диакон, вот это офицеры. А дальше генералитет, генерал и генерал. Но генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия. Вот это у нас есть епископ, архиепископ, митрополит, патриарх. Я то увидел, что прямо по четыре и тут по три все сходится-то. Как будто оттуда скопировали. Но название у всех епископ. Патриарх это епископ. Папа римский это епископ. Дальше у него какие звания, это уже потом придет. И поэтому вот эти три названия в общем званием это священство. Вот весь ответ. Но сотрудники апостола Павла Тимофей и Тит имели полномочия возлагать руки и избирать или ставить пресвятеров. Да, они были епископы, оба епископы. Это жития святых, потому что у церкви огромное наследие. Вот попутно сказать. Иногда говорят, ну вот ссылайтесь на жития, ну можем ли мы им верить? А я скажу, мы не можем им не верить, тех, которые были в первые века. Вот меня судили. Я сужу, взяли суда. Но наши тайно записывали. Все обыскивали, отбирали, записали все-таки магнитофон. А другие не запрещалось писать. И потом это все отослали в Париж, и там русское слово напечатали, и обо мне просто дословно, где точки стоят, плохо слышно. И это у меня в книге для слова Божия нету, все помещено. Так вот, когда я освободился, то я реабилитирован, политзапрещенный, репрессированный, то мне по уставу, по закону должны дать мое дело для просмотра. И я приходил, и со мной рядом следователь сидел, специальный человек выделяется, но он-то меня знает, я говорю, я ничего не вырву отсюда. Он тогда ушел, походит, придет, а я сижу и выписываю, выписываю. Теперь что? А секретарь-то записала, я же не знаю. Теперь, когда я списал, бывает маленькое-маленькое разночтение, а остальное все так же. Почему? Она для этого и сидела, писала. И что интересно, ведь здесь его по сегодняшний день так же есть. Тогда христиан казнили, вот у Климента Римского, которому Павел передает привет в послании к римлянам-то, у него было шесть нотариев, дьяконы, и они стояли в толпе, обыкновенные люди, как в Китае, там, в Судане, они вешают, стреляют принародно, чтобы другим урок был. Так тогда христиан казнили при всех. И эти нотарии они сохранили и записали. Но когда архивы Римской империи языческой перешли Константину, теперь архивы стали доступны как мне, реабилитированному. И они стали тогда сверять и увидели записано один к одному. Как они говорили, как христиане обличали, это все записано так. Мы не можем не верить, потому что два разных источника, два разных, совершенно разного лагеря, написали одно, теперь мы это сверили. Так поэтому когда мы говорим о чем-то подобном, нужно спросить, а существует ли еще источник, который на это указывает. У православных море этой литературы, которое перешли архивы Римской империи. А у протестантов у них ни одной строчки нету. Я им просто говорю, вот чтобы доказать, что баптисты не правы в этом вопросе, не по учению. Верят правильно, они стараются, особенно в Совет Церкви, я близко знаком, я с ними работал. И деньги мы им несли, у них подпольно печатали. Мы большие деньги туда несли, работали, и все туда им отдавали, отдавали. Православное, теперь можно сказать, а тогда нас задолбали бы за это дело-то. И вот мы говорим сейчас о наследии Том. Я беседую с баптистами. Вы верите правильно? Ну, конечно, неправильно я бы там и не был. Хорошо. И вы верите, что вы так, как апостолы верили? Конечно. Тогда простой вопрос. Скажите, во втором веке кто так верил, как вы? Не просто я от апостола, а покажите, кто так верил его биографии, отруды. Гробовое молчание. Второе, третий, пятый, десятый, пятнадцать век ни одного не могут, уже не понятно, что совершенно новое, новый алтарь, новая молитва, новое понимание. С церковью Христовой никакой связи нет. А что ты именно понимаешь так, это твое только мнение. А почему? Да у вас учителей нет. Как нет? Я говорю, считай, 12-28, первое в Коринфянам, поставил, во-первых, во-вторых, апостолов, пророков, третьих, учителями. Я говорю, кто пророки? А апостолов, баптисты, адвентисты, все называют правильно. Ну, апостолов, записаны они. Когда я говорю, кто пророки? Ну, начинает Аге, нет. Во-вторых, теперь дальше-то кто? Агав, дочери Филиппа, все остановились. А у православных мы будем вам пересчитывать, у тебя книжки не хватит записать, они пересчитаны, кто обличал, кто говорил, там даже юродивые, которые говорили, что тебя ждет Исааки, вот Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, это был Исааки Далмакский. Он прямо выскочил, навстречу царю, вернись, не ходи, Валент был тогда, я попутно говорю, ты идешь на войну с болгарами, ты не вернешься, сейчас на тюрьму открой, выпусти христиан. Он говорит, наглый какой, уберите его. Когда он третий раз выскочил, ему оббежал вокруг, он бросил его в болото, вот вернусь, ты меня поплачешь. А как Михей сказал, ты не вернешься. Так это сказал, я, говорит, жареный запах слышу. Так и получилось. Ой, войско было разбито, он бежал, и с двумя самыми сановниками, которые травили против, он спрятался, а там была солома, их подожгли, они сожгли. Пророки были, у баптистов ни одного нету. Они возникли-то в 1639 году в Роджерсе, в Англии, первая баптистская община. А Джон Смит в 1609 году сам себя крестил. Ну, не было в истории церкви, чтобы сам себя-то крестил. Само название-то гнилое, основание-то гнилое. Ну, можно остановиться, это хотя бы раз. Я просто подсказываю. Нельзя без этого, без рассуждения-то быть. И что дальше получается? А дальше учителями в-третьих. Я спрашиваю, скажите, кто у вас учителя? Ну, Павел, нет, мы уже отобрали. Они отошли в сторону, во-первых, во-вторых, в-третьих учителя. Они не могут выйти из этого. Ну, тут не надо ни Каргали, ни Каривали, ни Кригера, никого не надо, ни Житкова, ни Билли Грейма. Тут так понятно, что третье, это не первое. Это не апостолы. Они начинают цеплять, почему их нету, а надо. Почему не сказать, да, у нас их нету, почему до нас не было. А у вас? Очень просто. Игнатий Богоносец. Его шесть посланий как раз в ваших трудах ссылаются там. А кто это? Тот ребенок, на которого Христос брал и говорил таких в Сарстве Небесное. Это он, один ребенок, который был там. А он кто? Епископ Антиохии, шесть посланий, нельзя огульно так отбрасывать. А то начнут я говорить баптистам, а вы что судите нас? Я никогда так вас не буду судить, как вы нас судите. Я вам говорю, обращаясь к документам, а вы спихнули полторы тысячи лет всех учителей осудили. Раз ты их не признаешь, ты осудил. По-другому-то никак нельзя понимать-то. Я говорю, Златоуста, двенадцать томов, вы считали? А зачем? Ну скажите, что такое десять дев? Я к примеру просто говорю, ну девы, ну объясните, что означают сосуды, что крик жениха, что масло, что вышли. Ничего не могут. А вы знаете? Конечно знаю. Почему? Потому что я православный. У меня громадное наследие впереди. Тысяча сто семьдесят три жития, у вас ни одного нет. Вот что сравнивать-то? И вот они ко мне пришли, баптисты на дом. Давай, я им считаю проповедь Златоуста. Прошло пять минут, ну а где он будет объяснять? Ну подождите, это Златоуст говорит. Они не могут до конца послушать. Уже заерзали, головой крутят на иконы. Ну один раз прослушайте, не могут. Это не от Бога. К нам в храм приходят, мои близкие, знакомые баптисты. Они ни одной службы не могут достоять. Я четыре раза в неделю хожу к баптистам, приду первый, уйду последний. Сижу, спросят, отвечу, нет, я ни одного слова не произношу. Четыре раза в неделю, годами. Почему мне это не тошно? А говорят, неправильно говорят, ничего, стерпится. Это с нетерпением ничего нет. И какой результат? Души, которые пришли, стали священниками. Там, которые у них были. Почему молитвы? Видя наше смирение, они стали задавать истинные вопросы. Помню, один тут пришел, приехал, у него отец дьякон в этой же общине. А у ней, они же, он пресвитер, баптистский это. И он, когда стал считать златоустов, говорит, так это же хлеб-то в тело превращается-то. Это же ясно везде, он говорит, виновным против тела и крови будете, не против воображаемого хлеба какого-то. Он встал и говорит, Алексей Дмитриевич, Никонов, помиле его было, ну как же вот так, даже в тело. Это у православных тело-то. Как у православных? Ну вон, Покровский собор недалек, а это на родище 67, баптисты. Он встал, говорит, Наташа, пошли. Вышел и больше не вернулся. Стал священником, а он бывший следователь КГБ. То есть они ничего не могут объяснить. Мы должны просто сурово отнестись к самому себе на решете на мелком просеять. Правильно ли я понимаю? Да меня как понимали. А просто спихнуть полторы тысячи лет не получится. Это отречение от Христа. Христос говорит, во все дни до скончания века. Если его не было здесь, в исторических церквах, его нигде не было. Так вот, в церкви много было заблуждений. Внутри церкви, я закончу сейчас предложение несколько, внутри церкви эти люди, как люди могли трудиться. Вот я знаю это дело, я вижу непорядки в церкви, но я внутри, я вижу изменения какие есть. Как бы плохо не было в Израиле, они не пошли к хананеям. Тут и трудитесь. Говорите. Ну, не нужно, допустим, или можно и не знать ни Златоуста, ни Игнатия, Богослова, ни других, те, которые утверждали истину евангельскую. Евангельская истина открывает нам вопрос крещения, вопрос хлебопреломления. И почему так вот обобщенно вы говорите о том, что, допустим, все протестанты так, все баптисты вот так. Нельзя же судить по какому-то определенному мнению или там многих, или немногих, обо всех, обобщать всех. Правильно. Евангельская нам конкретно говорит и без объяснения, допустим, святых отцов, что такое хлебопреломление, что такое крещение, что такое возрождение, что такое святость, что такое ожидание Христа. И все вопросы как бы освящены и открыты нам. Вот мой принцип, или по крайней мере не только мой, вот, общаясь с братьями и сестрами, вот, у нас есть разборы слова, да. А мы собираемся небольшой группой, неофициальные уже годы. Так вот, интересно, я вам скажу, что вот, как я смотрю на то, что, допустим, вот, мы читаем Писание, иногда вы высказываете и говорите о том, что, ну, сколько вот собралось баптистов, сколько им мнений, они там друг другу противоречат, мне так открыто, я так думаю, мне так кажется. Ну, нет, вот, лично мой принцип такой, что, я читал Евангелие, я читал Библию, я что-то знаю, читал толкование, слышал, допустим, мнение тех или других по определенному вопросу евангельскому, но когда я читаю, открываю, допустим, Евангелие от Матфея, читаю, допустим, пятую главу Блаженства, то я стараюсь так, вот, молитвенно настроить себя, как будто я только первый раз открыл это Писание, вот, как будто, вот, человеку попалось, он еще никогда не слышал и не видел, и я настраиваю сердце к тому, чтобы Дух Святой, чтобы Господь проговорил мне, то есть, как бы, открыл мне истину, и вот с таким подходом рассуждаю, молюсь, пытаюсь понять написанное, не потому, что у меня уже не было об этом слове или об этой теме какого-то ответа, нет, я просто читаю и стараюсь вникнуть в суть Писания, а потом, потом, когда я уже примерно рассмотрел, увидел, и не увидел, ответил, или не ответил, тогда я начинаю спрашивать кого-то, тогда я начинаю искать ответ у святых отцов, тогда я начинаю в других источниках искать, а как думают они, так ли, как и я это думаю, или как мне открыто, и когда я вижу о том, что и вот там такая же истина, так же понимают, и те понимают так же истину, то как бы Евангелие имеет вот эту вот силу откровения сердцу человеческому, а готовые, знаете, уже как бы штампы, они не дают человеку как бы сердечное восприятие, что это Господь открыл меня, что на самом деле даже бывает, что и через чтение кого-то, или через мысли кого-то Господь открывает и наставляет душу человеческую, и примерно вот лично я, я не отвергаю наследие церкви, наследие вот действительно того богатства, тех откровений, тех мыслей, просто оно не было доступно до определенного времени. А если бы это было бы доступно в те времена нашего, допустим, периода или богоборчества, то разве баптисты вот такое было бы отношение к этому святому наследию, да нет. Я думаю, что это просто ситуация такая, историческая сложимость. видите как, вот, я буду говорить, обращаясь к себе, чтобы это более щадяще было для вас, чтобы вы раньше не закрылись от меня, а то что-то скажу, что-то не понравится или оттолкну. Дело в том, что беря в руки Евангелие, вы сначала ищите ответ, молитесь, просите у бога. Так ли я понимаю? А потом уже идете как святые отцы. В первую очередь, баптисты так не делают, они вообще не обращаются, вы, может быть, в этом деле редкий человек, но почему не наоборот делать-то? Мы, прежде чем что-то изобретать, вот человек учится в институте, он учится на том, что уже открыто. Вот сейчас еще не все по компьютеру-то узнают, в этом цифровом значении, но сначала изучают, а так не делается, что мне откроется и будет пять лет думать, а потом пойдет изучать. У вас кверх ногами получилось, велосипед изобретаете. Сначала узнать, как это понимали в церкви. Как это так? Полторы тысячи лет отмахнуть, как не было? Мне Бог открыл, а им кто открыл? Дьявол? Вы ставите себя вне церкви этими рассуждениями. В церкви, значит, я доверяюсь Богу в первую очередь, что церковь не была покинута. Это на вселенских соборах утвержденное толкование. Весь мир признал, живет полторы тысячи лет, спасаются люди, явно спасаются. Идут на мучения, наученные этим. А я это ни во что беру, а как мне откроется? Ничего не откроется за упрямство. И такой дух откроет, что домой дорогу не найдешь. Учителей-то у вас нету. Я спрашиваю, кто учителя? Назовите, вот как вы понимаете, вам что-то открыто. Назовите в 10 веке хотя бы одного, ни одного и ни один во всем мире не назовут. Почему? А связи-то нету, оторванное. Христос говорит, что создам церковь мою, Матфея 16-18, врата не одолеют. Вы сто раз можете меня заклинать, и я вам не поверю, что вы поверили этим словам. Не поверили. Вы совершенно новое создаете. Я в лице вашем, как бы говорю, ко всем протестантам, сектантам, ересам всем. Если он не одолеет, значит, тогда куда же вы пошли, то когда церковь-то осталась? А заблуждение, заблуждение везде есть. У нас заблуждение в семье каждый день, в государстве. И это было и у апостолов противостал, когда, я говорю, противостал ему, он лицемерил при всех. Павел-то восстал, он нам свободу оставил. Да это неоднократно было. Но у церкви соборный разум, соборный. Они собирались люди, думали. А сидеть, как я думаю, в мане-бане, это все сектанты так понимают. Я вот для проверки сейчас прямо вас прошу, как я беседовал, когда отец Геннадий в вас обратился. Коротко только отвечать, да или нет. Какая самая короткая притча во всех притчах Иисуса Христа? И где она находится? Если не знаете, не бойтесь сказать. Я быстро отвечу, я вас не уличаю. Но тут всегда молиться и не унывать. Хорошо. 13.33. Царство небесно подобное. И дальше, говорит, женщине, которая взяла закваску, положила три меры муки. Коротко скажите, женщина, что значит закваска, три меры муки. Коротко объясните, что это? Учение, слово, слово проповеди о Христе, которое производит действия в жизни человека и в конечном итоге полностью распространяется на все стороны его жизни. Но три, слово три, поясните, три. Что три меры муки имеет такое-то толкование или нет? Человек имеет естество подобно Богу, дух, душа и тело. Объяснение никакого вы не дали. Никто это не поймет. Какой дух, душа и тело? И это означает то, в первую очередь, услышал. Вера отслышания. Вы тут согласитесь, 10, 17, кремлянам, порядок. Мы уже с вами вот так держимся. Я вам поясняю и вы сразу это примете. Даже я не буду спрашивать. У вас ляшет там вот туда. Второе. Вера без дела мертва. Согласны? Да. Но я-то услышать, поверил или не поверил-то. Без веры угодить Богу невозможно. Я должен пропустить это попавшее слово до сердца. Но вера-то без дела мертва, теперь я должен оттуда пропустить на руки, на ноги. Услышал, поверил, исполнил. Три меры. Такой человек спасется, да. Из таковых состоит Царство Небесное. А что означает женщина? Душа человека. Второй момент. Я дальше коснулся, отошел. Десять дев. Когда проповедуют баптисты, я очень много у них был и сам в скапидре у них проповедовал в разных общинах. Не знают. Я не встретил ни одного пока баптиста, который правильно мог бы эту притчу истолковать. Да как? Они же знают, они ее и не знают. Они друг о другу учат. А лжепророки, говорят, воруют слова друг у друга. Иеремия об этом говорит. Я даже спрашивать не буду. Минутку скажу. И как задремали, все и уснули. Объясните, что значит задремали и уснули? Ну, я хотел бы сперва спросить вас. Детальное толкование притч имеет разве основание Евангелия? Именно из Евангелия истекает. Истекает из Евангелия. Я подтвердил. Я сказал. Вот сам Христос при множестве, допустим, слов и текста самой притчи делал определенный вывод. Один только вывод из всей притчи. Мы знаем, то сколько толкований, сколько толкований детальных приводит человека в заблуждение, что вообще, в общем-то, в принципе, не имело значения. Вы же согласны с тем, что Христос объяснял притчи? Даже такие пространные и большие Он говорит, а что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте, не знаете час, который придет. Как бы я так понимаю, что всякая притча имеет главную мысль, которую Христос хотел донести до слушающих. А если распыляться в деталях, в деталях, то действительно очень много, ну, как сказать, много находим тех моментов, когда, как вы говорите, действительно и противоречия, и взглядов разных. А притча имеет одну мысль, или одно направление, которое подчеркивается этой притчей. Так, я просто прошу, вы просто ответьте. Когда вы скажете не знаю, написано признание в незнании открывает путь к знанию. Я вас не обидеть хочу. Так, что означает и как задремали все и уснули? Вот эти слова, поясните, к чему они в притче-то? Если они мелочи считают, это я отбрасываю, это я обрезаю как художник. Это фотография. Фотография ничто не обрезается. А художник отбрезает, почему? Потому что человеческое я. Что означает задремали и уснули? Я говорю, я скажу, как скаферы толкует. Если бы они обходили их, но они толкуют, баптисты, то и толкуют совершенно неправильно. Не спорю, бывает, толкуют, да. Что означает задремали и уснули? Я вам скажу, что вы тоже жили в Средней Азии. Так, ну ладно, я объясню тогда. Баптисты толкуют так, видите, братья и сестры, вот у нас такое тепло-хладное состояние, некоторые задремали, а если уснули, ну это правильно, нравственное состояние. Но написано, как жених замедлил, они делают разрыв. Виноват-то жених. Это скудоумие просто. Притча Христа, это не важно, главная мысль, да главное, у тебя без этого ничего и нету, колеса у машины, колеса разве, это главное, мотор главное, ну и куда ты не поедешь, скрипеть будешь на одном месте. Сейчас я закончу эту мысль по притче, разрешите, Юрий. Вот, задремал, кто задремал? Все задремали и все уснули. Так не может церковь, что задремали и уснули-то? Если это плохое состояние, я беру сектантское толкование, это ослабление духовной жизни, люди ослабели, мирским увлеклись, ну задремали, уснули, тут понятно, что встань. Тогда не было бы, чтобы пополам делить-то. Все, но эти-то, которые задремали-то, которые вошли к жениху-то, они не получили упрека за то, что заснули. Задремали означает замедление нашей силы и уснули, вдруг наш Лазарь уснул. Почему? Потому что от жениха зависит. Он жених-то замедлил на 2000 лет-то. И Павел умер, уснул, и Яков умер, все. Так вот, а где это базар, а куда они пошли, это все имеет толкование. А нам это не надо. Вот это и означает отрыв от церкви. Это толкование всех одинаково. Это необходимо, да, поторопись, пока базар не закрытый. А что означает Илей? Добрые дела, с наделанной в духе святом с любовью. Пояснение, не просто добрые дела, в духе святом с любовью. И вот этим Илеем надо наполнить свои сосуды. А куда пошли? Никуда они не пошли. Они умом метнулись, но уже закрыты. И теперь им жених отвечает. Иоанн Златоус подмещает каждое слово. Во-первых, ответил сам, не через посыльного, обычно там посылает слуг. И через закрытую дверь не показывает лица. Это крайне окончательное решение. Никакие заупокоенные молитвы не помогут. Если бы это правильно понимали. каждое слово. Допустим, вот притча о богаче и Лазаре. И богач увидел Лазаря. А Лазарь видел его? Не видел. Этого не написано. Почему? Тот, кто находится во свете, с улицы смотреть, он говорит, а я, находясь в светлой комнате, я не вижу, кто в темноте. Значит, отсюда вывод. Это глубина, это не скудоумие сектантское. Каждое слово. Это означает праведники находятся во свете. А что означает на лоне? Это каждое слово имеет объяснение. 2000 лет имеют люди широта взгляда. И, между прочим, когда я объясняю баптистам, противоречий никогда нету. Никогда. Вот. Что означает раздался крик? Это означает архангельская труба. А у крестьяста написано по крику петуха будут вставать. Это означает жених пришел. Тогда все становится на место. Толкование церкви вселенской каждого стиха оно ни одному стиху не противоречит. А у них что не возьмешь в руках рассыпаются. Почему? За гордость. Отвергли все. А я буду думать. Да я не отрицаю. Отрицаешь, дорогой? Отрисаешь. Сначала туда надо посмотреть. Вот у меня подход был. Откуда он? Я сам не знаю. Я стал читать Библию. Я сам-то считаю, молюсь. И гляжу, все по-разному толкуют. И меня сразу на кафтеру потащили. Уже через три месяца я проповедовал у баптистов. Как дали в руки Библию. Я вижу все разное. И у меня сразу мысль возникла. А как правильно? Я дошел до того, что надо перейти к первому веку. А теперь дальше я рассказывал. Я уже нахожу толкование. Я не стал где-то. И ни одного места толкования. Сохрани Бог, только не дай мне его толковать. И когда я посмотрел, все стало на место. Скажешь, но когда просчитал, тебе самому не охота было узнать? Охота. Я стал молиться, я не могу туда выйти. Вот говорят зашорены. Прими это. Это лошадь, когда вот так вот делают, и она, чтобы никуда по сторонам не смотрела. Прямой путь Господу. Я не могу даже допустить другого толкования, потому что я слышу их, начинаю с ними беседовать, там, с пейсятниками. И оно все разваливается. Да как же у нас проповедуют? Я сказать не могу. А есть такие места Библии, которые не истолкованы? Есть. Есть. Есть такие места, которые святые отцы запретили прикасаться к ним. А сектанты бросились и стали эти места. Сколько раз адвентисты седьмого дня предсказывали пришествие Христа кончину века? 1841. Уля Миле расшибся. На полгода расшибся. Он с марта до сентября. Ну понимаете, это живые люди, из баптистов пришедшие. И мы не можем их забыть. И Лена Уайт. Тогда начали, так это на небо, он перешел, начинает лукавить. А сколько после этого вестарионы, разные были белые братства. Бог связал пальцы. Не ваше дело знать времена и сроки. И церковь сказала не прикасаться. А в церкви было, что предсказывали? Никогда и никто. Только еретики, только отошедшие. Притом абсолютно большинство. Да это интересно так. А у православных были? Православные были, которые высчитывали. Но отошедшая церковь, не церковная. Я православный, я говорю, путь, которым прошел. И скажу, что ни разу я не пожалел, что я знаком со святоотеческим толкованием. Это высшее наследие мира. Дух Святой не перестал трудиться. Вот всем бы он неправильно говорил, но баптистам открылся через 17 столетий. Ну подумайте, кто вы? Ваша жизнь похожа на их? Как они трудились? Как от всего отошли? Живете обыкновенной семейной жизнью, не поста, не креста, бритая по стихии мира. Я говорил, ну маленько на себя, критически посмотреть-то. Могу ли я сказать, мне открыто, как святым отцам? Конечно нет. Конечно. Там каждое слово, как меч отточенный. Какие были ереси, сумели победить. Баптисты все взяли готовое. Библию сохранили, перевод сделали. Будьте благодарны. Будьте. Я расскажу, кто переводчик, и нам интересно так разговаривать будет. Примите толкование одно, которое нас объединяет. Открытое Духом Святым. А не то, что я буду думать, мне откроют. Такой Дух откроет, что, говорит, дорогу не найдешь. Я говорю, опыт передаю, потому что мне тут нельзя в сторону отворачивать. Этим путем. Игорь Тихонович, во-первых, лично я не отвергаю наследие церкви. И я обращаюсь туда, еще ответы на те или иные вопросы, сравниваю понимание. Вот вы говорите, учителя у вас есть, у вас подвижники есть, у вас эти есть, у вас те есть. Конечно, есть. Конечно, есть. Потому что главный или единственный верный учитель — это Христос, который дал обетование, что придет Дух Святой, который научит, наставит, напомнит, который действительно будет вести по жизни. По какому как бы определению это движение Господа? Это Его обетование, это Его Слово, а Слово Его неизменно. Вот. А если уже брать, допустим, по положению, кто выше, кто лучше, у кого больше, если взять наследие того же баптизма, пусть оно и не длинное в истории, хотя оно имеет соприкосновение со всей историей Церкви, разве мало подвижников, разве мало героев, разве мало мучеников, разве мало богословов, которые действительно писали, научали, не в разрез со святым писанием прежде всего и с тем, что уже было высказано на протяжении всей Церкви. И разве баптисты не пользуются наследием всей Церкви? Пользуются и живут этим, вот, и определяют, вот, конечно, не все похожи друг на друга, и не по одному критерию определяется принадлежность к стаду Христову Церкви Божией. Разношерстно, да, разноликая Церковь. Это факт. Так, я-то попутно возвращаюсь на прежнее. Вы верите словам Христа, что Христос сказал, я создам Церковь, и врата не одолеют ее. Верите в это? Читаю. Это Священное Писание. Так, Исея с вами во все дни до скончания века. Вы твердо в это верите? Обетование Христа и в моей жизни исполняется. Я еще более как-то слушаю на вопрос задаю, что не было ни одного дня, ни одного года до возникновения баптизма, где бы не было Христа в церкви. Вот так вопрос ответить. Не касаясь самих себя. До баптистов их не затрагиваем. Их просто не было еще. 1500 год, 1517 только Мартин Лютер появится. Вот 1500 церковь была. Отечаянный вопрос. Писание говорит нам, у Бога всегда есть верный остаток. Ну назовите верный остаток-то. Я беседую с адвентистами. Вот сейчас приехали новая жизнь церковь Христа благословения апостольские названия, которые зарегистрированы. 68 кажется названия. Я им говорю, почему бы отдельно-то у вас иконы, у баптистов иконы нету, они зарегистрированы. Теперь, чтобы они не дали слово, не кинули против православных, я показываю на баптистов. Я еще раз говорю, всех сектантов самые правильные баптисты. Потому что они прямо вышли от православия и многое захватили. Почему вы к ним не идете? Я вам вопрос задаю. Почему они не хотят быть баптистами? Кто? Новая секта, которая вот здесь приехала из Америки. Новая жизнь, церковь Христа называется, благословение. Вот вы сказали, Игдати Тихонович, вы сказали, что более 20 тысяч различных сект, различных взглядов и мнений различных групп, которые отождествляют себя с церковью и так далее, да? Да. Мы уже говорили, по крайней мере, и вы часто повторяете, что есть определенный критерий, так же, как и в отношении еврейства. Не тот еврей, который по плоти, а тот, который по духу, то есть, который действительно является по вере, по наследию Авраама, так и в отношении христианства. Не все то золото, что блестит. Вот. И не всякий, говорящий мне Господи, Господи, уже имеет принадлежность. Мы уже говорили о том, что должно быть возрождение, должно быть действительно духовное единение со Христом. Вот. Это определение. А то, что они, допустим, не идут, или почему они не воспринимают, так сегодняшнее, да не только сегодня, наверное, всегда так, было разделение взглядов, умов и так далее. То вы ответ все-таки не даете нисколько. Я спрашиваю конкретно те, которые секты здесь, они меня приглашают к себе, мы собираемся вместе, беседуем, там, у них. Я говорю, почему вы отдельно не к баптистам идете? Я их толкаю баптистам-то. Дальше редче будет разговаривать-то. Они не могут ответить, вы за них даже не отвечаете. А я знаю причину гордость. Причина одна, уже гордость перерастающая в гордыню дьявольскую. Они не признают друг друга. Вы думаете со мной беседуете так? Вы с адвентистом будете беседовать не так. Если вы что-то имеете против православных, то против адвентистов у них этого ничего нет. Но они вас в упор не видят. Они от вас вышиты. Откуда Елена уайт? Это найдут. Они вас припечатают. А как понимать? Да понимать надо так, как в церкви было дано. Вы это скажете да, в церкви правильное понимание. А вы отсюда ухватили это правильное. Вам кажется, что вы независимые. Если независимые от Бога, так все бы одинаково понимали. Значит, по крайней мере 21 тысяча, если их, то 20 тысяч 999 заблуждаются. Потому что в основных основополагающих принципах христианства эти секты расходятся. И я когда говорю, ну не надо на духовное переводить, всем Бог открывает. Не открывает. Не может Бог сам себя опровергать. Полторы тысячи лет это было. Полторы тысячи лет шло. Как может кого-то рукуполагать баптист, когда первый никто? Я спрашиваю, скажите, сейчас прям конкретно к вам. Ваша община, человек 500 есть там, нет? Даже община? Да, ваша община. Нет. Ну допустим 5 тысяч. Я просто дай Бог чтобы люди приняли Христа. Но от вас есть такие люди которые с вами не согласны. Там сидят на задней скамейке у них тоже амбиции хватает. И они побунтовали и решили братья и сестры эти люди они продались власти ну как отделенные когда отделялись в Совет Церквей Прокофьев который пошел и кем стал. Кем Георгий Винст пришел Минаков я их все знаю. Скажите вот они отошли от вас 5 человек 5 ну вы признаете их церковью? Я баптистов спрашиваю я еще никого не встретил которые сказали что признают они сразу начинают искать а вот этот он в этом виноват а у этого вторая это жена то есть ищут не в них я говорю просто сам факт отделения не берем биографию за нами за каждым может быть свет какой-то до покаяния был скажите вы их признаете полномочными представителями бога на земле да конечно нет а у них один встал и теперь ломает хлеб братья и сестры сегодня у нас хлебопреломление хотя он никто ну никто сидел на скамейке у баптистов 5 лет но он теперь вышел выйди народ мой не бойся малое стадо он все слова эти знает и он теперь ломает хлеб и дает а у него пятеро это же у пятидесятников отделения я встречался допустим много с адвентистами у них святой остаток отошлись с мормонами а сколько осталось до которых отошли пять я теперь этих которые основная группа спрашиваю вы этих признаете да конечно нет никто не признает но вы-то когда вышел то вы первые то вас было пять а стало пять миллионов от многочисленности грех увеличивается они-то по первой это никто никогда не называли епископом все старший пресвитер а тут епископ то есть мы даем им это основание нету епископа баптистов нету до канада не те чада аврама это к делу не относится тогда так можно что угодно переводить на духовное молокане они не крестят почему это надо понимать духовно ну вы знаете молокане духовные духовные называемые по-другому разные молокане есть ну вот а им попробуй доказать что крещение должно быть то есть они перещеголяли и баптистов я-то вас не упрекаю я просто говорю конкретно я спокойно слушаю вас я не расстраиваюсь я вас принимаю ваше слово Юрий вот смотрите вопросы которые я задал вы ни на день не можете ответить кто во втором верите верил так вы чтобы хлебопреломление хлеб оставался хлебом и не имея епископа друг друга рукополагали до 15 века никого нету дошла вся церковь была не церковь мое мнение о хлебопреломлении слышали? нет я говорю вообще я не о вас говорю нет 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 вот это обобщение Игдати Тихонович оно не имеет основания потому что так же и о православии можно сказать оно делилось оно как бы проблемы существовали от самого начала как воспринимать расколы которые были во вселенской церкви как воспринимать расколы в православии многочисленные и разносторонние то же самое то же самое что и в баптизме не то же не то же а входили епископы не два не три а десятки епископов у баптистов нету ни одного епископа и рукоположение это фальш это дофана верон и корей мы я думаю что мы предвосхищаем вопрос о котором мы еще если конечно будет возможность мы должны же подойти мы же все же согласовали что мы будем говорить о преемственности Юрий вот этот вопрос поставьте себе потом ответить кто во втором веке понимал как вы кто в третьем в пятом до пятнадцатого и теперь от вас которые выйдут пять человек признаете ли вы их настоящей церковью вот эти хотя бы два вопроса которые непосредственно вас касаются потому что на их надо ответить и вы если по честному вы ответите так же как отвечаю и я почему я вижу вы просто порядочный человек с вами можно говорить а другой он запылил сейчас вот я нахожусь в городе Пензе город Пензе но обратился-то я всего-то как два года молодой 25 лет мне как обо мне молва пошла баптисты к нам пророк Илья пришел это такие проповеди но я-то не сам взял у православных там меня вознесли но вот мы стали отдельно собираться по иконам но я знаю какие правила это шахматные часы договариваемся чтобы кто-то следил количество людей сколько с одной стороны с другой нету но говорить будет один а ему кто желает на бумажке подписал и дал чтобы никто голоса не подавал не мешать беседе вопрос и ответ и по часам равное время вопрос ответ чтобы сидел человек и записывал допустим Юрий говорит тогда-то Игнати тогда-то но мы не на диспуте вот если будет кто-то не подчиняться его просто попросить чтобы вышел а нет значит должны быть братья вывести его согласны согласны ну правило-то нормальное правило-то но я уже заранее пошел и сказал беседы не будет я знаю их я их хорошо знаю как протопопа вакууму говорят пустосвятов начинаем беседовать баптист выходит начинает иконы дробит мелко сжигать можно там правильно я поставил такие вопросы еще раньше теперь мне говорит слово я начинаю только я начал говорить я говорю храм в который пришел Христос этот храм называется Зарававелев не Соломонов Соломонов был разрушен 4 книга старт 25 глава пришел на выход на остров и сразу баптисты говорили да это Соломонов был храм этот брат не Соломонов это не бесполезно он не может я говорю беседы не может быть я не буду перекрикивать скажите чтобы там вышел никто не выходит но мы договорились заранее предупредили тебе трудно дух тебя раздражает ну выйди братья выведите они не могут их вывести дальше ну ну дайте мне досказать второй храм он тоже был по образу небесного там написано где это книга пророка языки запишите 41 глава это для вас я уже Юрий говорю запишите это храм Зарававелев Иисус сын Ясседеков священник Бога Всевышнего вот они построили храм это написано про Каагея и те люди которые видели старый храм увидели новый не кажется он вам малозначен чем он говорит но слава его будет выше почему потому что в него придет сам господин храма Христос я им раскладываю тут замолтые видимо как Стефана слушали до определенного времени а потом подняли крик и истребить такого с земли это повторяется везде и город Пенза называю 1960 начало четвертого года начало где-то в месяце мая сейчас могу неправильно сказать даже но это вот в этом месте пресвитер там был Ульянкин Петр Михайлович я просто данные даю теперь смотрите этот храм Христос признал не капищем почему он говорит дом мой и дом молитвы наречется и далее говорит клянущийся жертвенником там говорится клянется и храмом храмом и живущим в нем то есть в нем живет он Христос в этом храме а вы вы сделали его таким храмом согласны согласны а как выглядит этот храм он был весь в иконах иконы были у него от пола до потолка над дверями все стены и снаружи тут вопль поднялся вы что говорите я говорю 17 стих 17 написано и были резные изображения изображения экон это переводчики на русский язык они могли бы сказать иконы экон там другого перевода нет изображения это икон откройте словари беседа дальше не идет почему дальше я должен показать вы то кто такие как вы можете отрицать священное изображение а левит 10 глава 10 стих говорит отличаясь священное от несвященного отличает и вы не отличаете идола идол есть ничто а изображение Христос родился это что ничто Христос на распятии на кресте висит это разве ничто а написано да будут подобно им делающие то есть подобно им кто изображен я желаю подобным быть им это ясно говорит что не об этом говорится иконы идола это разное так и что поклоняться сначала договоримся а когда уже договорились что иконы не идол теперь поклонения им никакого не было нигде это были изображения что это добавлять то буду то я должен говорить в пророческом духе согласились согласились и так вам никто иконы не будет вешать но и не хулить А вот когда они по иконам Миртащиевы начинают праздновать им, это другой вопрос. Из этой же самой книги. Тут я на вашей стороне буду. Вы поймите, что я должен был когда-то себя переломить и перейти через эту, как называют, конфессиональную атмосферу. Выше голов смотреть. Так сказал мой Господь. И я так должен ответить. Вот как. Если у нас будет беседа, повторяю, я не спорю, просто вы мне нравитесь. И я вам говорю, как человеку, который умеет выслушать. Говорю я больше, потому что мне нужно отвечать. Я отвечаю, если будет беседа, чтобы был арбитр. И сказал так, понятно, дальше не надо. Все ясно, я на полсловия замолк. Или вам понятно, или вы не хотите слушать. У меня-то свое тут щенчок будет такой. Я вопросы задал, на них пока не отвечено. Были ли такие, так понимающие, как вы, при счастье о всем в течение 15 веков? И вы не ответите, не назовете, значит, их и не было. Значит, это была не церковь. Тут сразу идет уже на хула, на Дух Святой пойдет. Не вы. Теперь о разделе скажу. Вы задали вопрос. А как в церкви были расколы? Были расколы. 1054 год, восточно-западный. Человеческие амбиции. Но епископов осталось там, в то время было, кажется, 1500. И здесь 780. Я к примеру говорю. Нет, это церковь одна. Как говорят, две ветви. Ну, это тоже неправильно. Но церковь одна. Одна. Но когда Израиль отделился от Иуды, это совершенно другое было. И там Иеравам ставил кто кого хотел. Это вот по-сектантски. Кто хотел, того и ставили. А там в Ниеме написано. И когда они пришли, родословная была потеряна. Они были исключены из священного сословия. И все. А Ветхий Завет указывал на новый-то. У вас нет рукоположения? Нет. А это выдумка, самозванство. А почему? А почему Бог убил Озу, когда он ковщег наклонился? Я задаю всем сектантам. Почему? Ну, он падал, он за это отвечал. Разве он плохо сделал? У него намерение было внутреннее. Он щадо Авраама поддержать. Бог сразу убил его. Ответить не могут. А почему? С человеческими силами Божье не выправляется. Это урок дал. А Озия, когда взял кадила покадить и покрыла его проказа. А когда? Возгордился. Когда у него все по порядку было. Это сектантство. Они взялись кадить, преломлять. А вы никто. Духовные проказы покрыты. У нас есть ответ на это. А вы что лучше? Не лучше, мы хуже баптистов. В своей массе мы все хуже. Православные терпеть не могут. Я это говорю. Правильное самое. Если баптисты сейчас получили бы рукоположение, пусть они останутся такие. Какие они есть. Не надо на них ризы вешать. Но только чтобы не хулили. И дальше эта церковь будет. А кто-нибудь так говорит, как вы. Никто пока. А вам это открыто? Я не знаю. Я не могу сказать, Бог открыл. Так мне мыслиться. По моему скудоумию. Что баптисты, они рядом стоят. Рядом. Ну и верите, что будет. Я не знаю, но хочется верить в это. Слишком много. А вы говорите, а наши братья, у нас мученики страдали. Киприан Карпагенский говорит. Кому церковь, церковь Христова, 4 век. Он мученик. Не мать тому Бог, не отец. И даже кровью мученичества грех разделения не смывается. Так они крестят. Крещение их есть от сквернения. Уже церковь сказала это в первые века. И поэтому много у вас. А много и в других сектах. А у нас так делается. Но почему опрокидываете назад, кладете? Положение во гроб. А как в церкви? В церкви прямо. Опускаются в воде, погружаются. Крестились в смерти его. Вы привели сами. А где-то, недавно я нашел две секты какие-то. Где-то там с их Тывкаре. И они крестят прямо. Ну, связи у меня с ними нет. А это приближает очень сильно. Очень сильно приближает. Ваши пространные ответы рождают новые вопросы. Или, по крайней мере, попутные вопросы. Но они отыкают от главного. Поэтому я не буду задавать. Может быть, когда-нибудь мы возвратимся. И в отношении крещения, формы крещения. Потому что оно как бы, ну, тоже, как сказать, разностороннее. Больного же не будете крестить вот так вот. Или, допустим, по-другому. И вообще, имеет ли это фундаментальное значение в вопросах спасения? Человека, допустим, так положили. Или он там стоя. Или там покропили его. На какой-то мере, да. Но, допустим, по этому вопросу... Ну, вы вышли, или я вышел из шахты, да, угольный, черный. И надо мне помыться. Потому что у нас условность, допустим, дома грязная. Я домой не захожу. Не могу зайти грязной. Ну, я пошел в баню. Помылся тщательно. Сидя на лавке. Вымылся. Все хорошо. Прихожу домой, а мне спрашивают. Вымылся? Да. Как ты мылся? Сидел на лавке? Нет, ты грязный. Потому что надо мыться стоя. Имеет ли последствия этого того, что я крестился евангельским крещением? А оно не евангельское. Так не крестили. Нет, это в истории церкви не было, чтобы вот так опрокидывали и ложили. Это положение во гроб. Христос умер стоя, имеет. И свою баню сравнивать с наследием церкви нет. Прямо написано. 50-й грязный положение. Среди баптистов крещение вам известно, да? Да. Но нигде и никогда я не видел и не слышал, чтобы вот именно как бы крещение совершалось, как вы говорите, на спину. Никогда эта форма не утверждалась и никогда она не... Одни так крестили, другие по-другому крестили. Главное, чтобы было полное погружение. Это был один из важных факторов крещения евангельского, чтобы было полное погружение. А форма этого погружения, она никогда не заострялась только так и никак иначе. Одни так, другие так. Так, это практика. Так, Юрий, вопрос. Да. Вы Ивана Степановича Проханова признаете верующим? Евангельского христианина, конечно. Так, сборник духовных песен, хотя он их технарь был. Почему он не был баптистом? Вопрос, пока мы сегодня уже много наговорили мы. Почему он не был? Не говорите, я прошу прощения, чтобы мы не обидели друг друга, чтобы я вас не обидел своим там это... Нет, 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 мне просто приятно очень. Вот смотрите, вопрос, вы его потом поднимите как-то. Вот в то время были евангельские христиане и баптисты. А вы меня спросите, а кто по вашему более прав? Дисравненно баптисты. Баптисты. Это я их учения знаю от начала и до конца. Сейчас его возрождают тут Проханова, евангельские. Да, да, да. Есть даже некоторые общины, которые уже слово баптист убрали с вывески. Но я вам говорю свое отношение, ничего не скрываю. Я-то православный. Православный. И я говорю из всех, всех, какие 21 тысяча, я их все не знаю, самые близкие, самые правильные баптисты. Я вам еще не... я не скрыл ничего. Но теперь у баптистов-то вы знаете или нет, вначале крестили детей. Были баптисты, они на этом разделились. Если одни продолжали крестить детей, а другие нет, вы это знаете? Ну, это у истока, потому что Мартин Лютер фактически не изменил эту форму католической традиции крестить детей. И в каких-то моментах она в некоторых местах проявлялась и уже дальше, когда эти видоизменялись уже помимо Лютера. Лютер только сделал часть своего предназначения, а дальше подхватили другие. Давайте прощаться пока по-хорошему. У нас не отрезаны нити для следующей встречи, я правильно понял? Ну, если вы не возражаете... Я не возражаю, а желаю. Хорошо. Тогда, если что-то было не так, то простите. Вы меня простите, если чем-то задел. Но только я прощения прошу не в том, что церковное, а сам. Я громко говорил, что-то не надо. Нет, нет, что-то личное. Что-то личное, если я проявил, то... Ну, все. Хорошо. До свидания вам. С Богом. Всего доброго. Всего хорошего вам. С Богом. Молодец, Юрий. Это... Среди ботистов такие люди появляются. Но это еще поколение более старое. Молодежь вообще беседовать не умеет и не желает. Благослови его, Господи. Вот. Ты еще борода бы отрастал. Тут вообще бы...